Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Вместе с вами мы рассматриваем великий покаянный канон святого Андрея Критского. Это уже среда у нас первой седмицы Великого Поста. И, находясь в храме, конечно же, мы должны понимать те тексты, которые слышим. Разумеешь ли, что читаешь? Помните этот вопрос, его задает апостол Филипп, вельможа царицы Кондакии, царицы Эфиопской, который приехал в Святую Землю. А он читал как раз пророк Исаии и отвечает, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И вот мы, бывает, читаем тексты молитв и тоже не разумеем, что читаем. И как мы можем разуметь, если кто нас не наставит, поэтому мы обращаемся к толкованиям, к объяснениям наших молитв. И такая молитва, она помогает нам нашему уму, освобождаясь от оков неведения, устремляться ко Господу Богу. Итак, перед нами тексты покаянного канона. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, от юности Христе заповеди Твоя приступих, все страстно не брегей, унынием придох житие, тем же зовути, спаси, поне, наконец, спаси мя. Мы искушаемся самой юности, искушаемся всевозможными страстями, греховными поползновениями, которые вот как сорняки на невозделанной почве, и нужно их выпалывать, вот они появляются, оттуда вот так, и всякие страстные проявления, буквально как будто из ничего возникают в нашей испорченной природе. И в итоге, вот как тут сказано, мы уныним придох житие, уныним, то есть мы проводим в итоге свою жизнь в унынии, потому что всякий грех, всякий грех, он оборачивается внутренней пустотой, опустошением. Поначалу грех кажется привлекательным, он сладок по первому своему вроде бы вкусу, но как только ты принимаешь внутрь себя, тут же обнаруживается его горечь, и он опустошает внутри все. Поэтому уныние это оборотная сторона всякого грехопадения. Если ты впадаешь в тяжелые грехи, то конец их будет уныние, тоска, печаль, отсутствие смысла жизни. Ну, не надо путать это, конечно, вот с болезнью депрессии, там совсем другое вещи, вот. А греховная жизнь, она непременно приводит к такой душевной тьме и мраку. И вот мы молимся, чтобы Господь нас спас. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Повержен мя спаси пред враты твоими. Поне на старость не отриньи мине во ад тща. Но прежде конца, яко человеколюбец, дашь ме при грешении оставления. Вот в этих двух тропарях тут, конечно, какая мысль проводится, что по юности своей, в юности, мы, будучи неопытны, еще очень много грешим. И уже по мере взросления, когда ум наш тоже зрелым становится, когда мы вкусили сладкого и горького и поняли, что такое вкус греха, чем он оборачивается, то человек умнеет и начинает уже иначе оценивать свои поступки. Вот я помню, как одна женщина, она говорила, что когда вот была молодой, то мы, ну, всякое там блудное житие вот имело, входили в такое телесно-интимное сожитие. И нам тогда казалось, что эта вот радость, просто эта вот радость жизни приносит удовольствие. А прошли года и становится страшно уже за это, за то, что ты себя на это растратил, и потом оказалось, что действительно пустота и уныние. И никакой радости в этом нет, а только какой-то мираж радости. И вот под старость человек начинает действительно раскаиваться, вот как тут и сказано, поне на старость не отринь меня в ад тща, да? То есть хотя бы в старости ты не отринь меня такого вот как в ад не спадающего, и прежде конца, яка человеколюбец, дашь мне при грешении оставление. И, конечно, почему мы еще должны вот обязательно знакомиться с текстами канона Андрея Критского, потому что там очень много образов из священного писания, из Ветхого и Нового Завета. И эти образы, они наполнены огромным духовным смыслом. Вот, допустим, читаем, и тут вспоминается притча о милосердном саморенении, да, вот как некий человек, он впадает, попадается разбойником, который его избивает. И вот мы читаем, То есть тут как некая такая аллюзия, параллель, ассоциация вот с той притчей. А кто является разбойниками в нашей реальной духовной жизни? Вот посмотрите, посмотрите еще раз. В разбойнике впады аз есть помышлениями моими, весь от них уязвихся ныне. То есть, оказывается, нашими самыми злейшими врагами подчас являются наши же собственные мысли, которые нас изъедают, злобные какие-то помыслы. Вот они впиваются, как осы жали, да, вот если пчела там ужалит, у нее хотя бы яд целебный, то оса совершенно другое. Таковы наши злые мысли. Бывает, что каждый из нас этим погрешает, искушается, когда как рой вот этих диких ос начинает кружиться, жужжать, и вот у нас какие-то мысли, что и вот здесь плохо, вот тот человек вот неправильно поступил, да, а вот тут почему меня не пропустили, и какие-то обиды, озлобленность, и раздражение на самых близких людей. И эти помыслы, они буквально нас уязвляют и мучают, как злые разбойники. Вот мы впадаем в страшные руки вот этих разбойников, своих же собственных помыслов, и сказано, и весь от них уязвихся ныне. И действительно, такой человек, который допускает в себе развитие злых помыслов, он получает от них самые страшные раны. И вот обратите внимание, когда человек вовремя не останавливается, когда он ведом своими помыслами, то они буквально могут довести его до полного изнеможения. Вот страшная картина какого-то гнева, раздражения, и ты думаешь, как надо было сказать, ответить другому, как бы ему отомстить. И картины страшного возмездия, которые рисуют нам наше воображение, они чем оборачиваются? Что уходят внутренние силы, наша жизненная энергия растрачивается, и мы сами после этих помыслов выходим внутренне истощенными, обессиленными. Вот так наши же собственные мысли, но, к сожалению, злые мысли, и тут не только наши, а это дьявол, конечно, прирожается к этим мыслям, а дьявол – это главный разбойник. И получается, мы впадаем в руки этих разбойников, и они причиняют нам самые страшные раны. И осознав это, вот мы и просим, чтобы Господь Иисус Христос, вот Он как врач, исцелил нас. И действительно, Спаситель – Он врач, врач с большой буквы. И происходит такое чудо в церкви, когда мы, будучи одержими вот этими злыми помыслами, да, или какими-то обидами, вот, или другими какими-то страстями, и приходим в храм, и вот нас как будто придавливает тяжесть, камень на плечах, и там мы не боимся, исповедуемся. На таинстве исповеди, покаяния, раскрываем себя и каемся в этом, то вот происходит чудо, что действительно Господь своей благодатью исцеляет. Вот тут же после таинств церковных, когда не побоялся, искренне раскрыл свое сердце, то ты как будто камень с плеч, да, и выходишь совершенно освобожденным, вот даже как один наш артист, Эвклит Кюрдзидис, он рассказывал, когда, ну, еще в 90-е, по-моему, годы, когда все вокруг вот валилось, да, и казалось, что трудно с профессиональной деятельностью, и внутри пустота такая была, и жизнь вроде закончилась, и вот он придавленный шел по улице, и вдруг вот посмотрел в сторону, и увидел храм, и что-то его потянуло туда зайти, он заходит, а видит, что люди подходят на исповедь к батюшке, тот исповедует их, вот возлагает и Петрахиль на голову, читает какую-то молитву, ну, и сама душа у него попросилась, он еще до этого не исповедовался, и, в общем, когда он подошел, да, то поначалу, как вот он сам рассказывал про это, что поначалу как-то трудно было подобрать слова, но батюшка вот очень с большим вниманием, сердечным таким вот сочувствием слушал все, это как вот, понимаете, бывает, что ты сердцем слышишь, и неважно, правильно ты подобрал слова или нет, главное вот искренне исповедуйся, кайся, и получилось так, что он, Эвклид, Кюрдзидис, он сам не ожидал, он исповедовался целый час, целый час исповедовался, и говорит, вот когда я после исповеди, уже после молитвы разрешительной шел, то как будто вот парил на крыльях, как будто парил на крыльях, до этого казалось, что все, все закончилось, да, нет в жизни никакого смысла, все кругом плохо, ничего не получится, оказывается причина всего лишь в мыслях, которые нас изъедают внутри, в мыслях уныния, в мыслях отчаяния, а как только человек освобождается от греха, тяжесть уходит, и душа действительно парит, и ты вот как на крыльях, потому что благодать Божия, она врачует душу, а врачует кто? Врачует нас Господь Иисус Христос, Он есть истинный врач, и об этом мы Ему и молимся, и вот есть дальше такие слова, но немножко покажется, может быть, странно, да, когда мы это произносим в храме, в храме, священник мя предвидив мимо Иде, или вид, видив лютых нага презре, но из Марии Васиявы Иисусе ты представ ущедри мя, то есть буквально священник, меня предвидев, ну как бы завидев издали, прошел мимо, или вид, увидев меня в лютых нага, то есть обнаженного и вот этих в ранах лютых, он презрел, как бы поспешил дальше. На самом деле речь, конечно, не про наших православных священников, деканов, это все та же самая притча о милосердном самарянине, и там ведь как вот тот милосердный самарянин, это образ Христа Спасителя и его исцеляющей благодати, поэтому говорится, что «но из Марии Васиявы Иисусе ты представ ущедри мя». Но я все-таки доведу, проведу все-таки такую мысль, понимаете, вот бывает мы иногда начинаем кого-то идеализировать, в том числе вот мы думаем, что какой-то священник, вот он такой вот универсальный, совершенный, что он самый такой истинный духовник или старец, безошибочен, и поэтому вот мы только к нему, и он, значит, как бы обязан нам все вот объяснить, разъяснить. А потом оказывается, что жизнь наша, она сложная штука, и не во всем может священник дать тебе какой-то ответ, ответ, потому что он тоже человек, в чем-то он, ну, он просто вот устал, да, и у него нет сил уделить тебе внимания. Получается, что в каком-то смысле он как бы проходит мимо, но не обязательно со злыми помыслами. Ну, или другие какие-то служители, вот как этот Левит, да, вот те, кто в храмах помогают, они тоже, кажется нам, что они не уделяют внимания. А смысл в том, что мы не у людей должны искать помощи и врачевания. Люди это только помощники. Они помощники Божьи, а мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, который вот сказано из Марии Васиявы, да, то есть Господь Бог, который через Пресвятую Богородицу пришел в наш мир, а пришел для чего? Чтобы нас спасти, и своей благодатью он находится рядом, и мы к нему обращаемся. И вот когда так будет, то все станет на свои места, ибо нельзя кумиротворить людей. Непременно обернется страшным разочарованием, даже где-то психическими надломами. А ты к Господу идешь, ты от Господа ищешь спасения, а люди, они только служители. Вот и все. Поэтому в центре всей церковной жизни должен быть, конечно же, Господь Иисус Христос. И в каноне Андрея Критского, ну, не с самого начала, вот потом все-таки, и уже в среду, когда вот мы читаем, то уже мы молимся в том числе и Святой Марии Египетской. Почему так? Потому что на пятой неделе Великого Поста вспоминается Мария и Настояние, когда весь канон прочитывается, весь покаянный канон. Не делится он на четыре части, а вот полностью, то есть огромное такое моление. И вспоминается покаянное делание Святой Марии Египетской, поэтому уже заранее как бы вкрапляется некоторое обращение к ней. И она пример покаяния, конечно, не должна быть примером греха для нас, но должна быть примером исправления греха. И мы ей молимся, преподобной Матерь Марии, моли Бога о нас, ты мне дашь святозарную благодать от божественного свыше промышления, избежать из страстей омрачения. И пейте усердно, твоего Марии жития красное исправление. То есть подай мне, Святая Мария, святозарную благодать, вот святозарная благодать, она противопоставляется омрачению страстей здесь. И чтобы тоже вот исправить свою жизнь, через это достичь духовной красоты. Но, конечно, в покаянном каноне прежде всего что? Прежде всего вот мы как бы раскрываем себе наши грехи, как бы некие пласты вскрываем, которые до этого мы не замечали. И библейские образы, они помогают нам настроиться на это. «Поползохся, якодавид, блудно, и осквернихся, но омы и мене спаси слезами». Вот какая краткая молитвенная мысль, но в ней просто вот целые пласты такого содержания «поползохся». Всякий грех, он начинается с поползновения. Ну, в данном случае вспоминается «якодавид, блудно». И как обычно, с чего начинается? Вот увидел человек чей-то образ противоположного пола, да, привлекательный. Сейчас, кстати, ну, какое-то время назад все это очень облегчилось. И грешить стало очень легко. Если когда-то там надо было куда-то пойти, чтобы кого-то увидеть, вот еще соблазниться этим человеком, потом переступить через себя, да, чтобы настроить какие-то вот контакты, там, потом, так сказать, найти место, вот где согрешить. А теперь все под рукой, да. Почему? Потому что есть мобильная связь, есть интернет-ресурсы. И о картинке, они сами порой всплывают. Ну, сейчас вот, может быть, где-то это блокируется. Вот раньше, чуть раньше, это прямо даже на какой-то нормальный сайт заходишь, там кто-то вот вторгается. Бывало так. Сейчас вроде блокируют. Но грешить стало намного легче, потому что картинки соблазнительные, они очень легко предстают перед нашими глазами. А человек каждый, он, хочешь не хочешь, он стремится к чему? Ну, к блаженству, да, то есть по-мирски объясните, как к наслаждению. И наслаждение объясняется самым таким грубым, чувственным образом. И вот, если человек не вкусил благодати Божией, где подлинное наслаждение и подлинная райская сладость, то он ищет суррогаты и блудное наслаждение. Это как некий такой вот суррогат, вот знаете, как наркотик в каком-то смысле. Не хочу вот описывать, как некоторые наркоманы, вот они объясняли, почему они увлеклись. Потому что они очень красочно это объясняют. Но чтобы у нас не было рекламы, просто вот скажу, что они поначалу кажутся, что якобы там какое-то райское наслаждение, а в итоге оказывается, что это оскал греха, да, это такой дьявольский оскал смерти, бездны и мучения, терзания там просто невыносимые. И вот наше поползновение блудное, оно начинается с того, что грех кажется сладким, а всегда завершается разрушением нашей души, ее тлением, ее умиранием. И вот мы каемся и говорим, что поползохся, да, блудно. То есть в начале поползновения, вот чтобы этого не было, нужно хранить свои глаза, чтобы не смотреть туда, куда не надо. Это не так сложно на самом деле. Или закрой глаза, или отвернись, да. Ну и вообще читают про себя молитву. И у нас получается, что мы в начале поползновение блудное, а потом уже и осквернение. Поползохся я, когда вид блудный, и осквернился. Но о мы и мне спаси слезами. То есть должен настать такой момент, когда нужно сбросить с себя вот это иго греха. И вот слава Богу, мы люди верующие, и нам дается поприще великого поста. Потому что многим, вот многие они не имеют такой радости. То есть вот они живут и там согрешили, и потом стараются просто забыть, и не каются в этом. И это оборачивается многими бедами. «Дверь твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи ми сию кающемуся тебе». То есть вот не затвори предо мною тогда дверь, Господи. Ну помните, это в Евангелии сказано, что когда вот увидите, что двери затворенные, и себя увидите стоящими вне, да, то будете с опозданием раскаиваться. Или будете говорить, что, Господи, вот на наших улицах ты проповедовал, да, и мы вот еле и пили пред тобою, то есть как бы вот у нас и храмы, да, и таинства. А Господь говорит, я никогда не знал вас. Ну почему? Потому что сердце было не Богу отдано, а чему-то иному. И вот сейчас мы каемся, что, Господи, ты все-таки не затвори от нас двери рая, отверзи нам, потому что мы каемся, вот среди ирмосов появляется еще такой ирмос во второй песне. «Видите, видите, яка аз есмь Бог мануа дождивы, и воды из камени источивы древле в пустыне, люди мои, десницу единую и крепостью моей». То есть, ну это взято из Ветхого Завета, из книги «Исход», когда вспоминается, что Господь, Он все на самом деле дает, вот когда Он выводит человека из рабства, то Он подаст абсолютно все, даже если кажется, что ситуация безысходная, Он не спасал манну тем, кто могли просто умереть от голода. А тут вот каждый день подавалась манна, отсюда и выражение «манна небесная», и воду из камени, из мертвой вроде бы скалы, Он источает воду. И это что означает? Что Господь всемогущ, Его десница крепкая, поэтому когда Он нас выводит из этого рабства египетского, Он непременно приведет в землю обетованную, ты только следуй за Ним. Но как ведем себя мы? «Кому уподобилась Иси многогрешная душе, то кма первому Каину и ламеху оному, каменовавшая тело злодействий и убившая ум бессловесными стремлениями». Вот какие здесь мысли на самом деле очень важные. Вот кому-то уподобилась многогрешная душа, только первому Каину и ламеху оному, то есть вот тому самому ламеху имеется в виду потомок Каина. Каин первый сын Адама и Ева, а ламех он после Каина шестой. И что мы видим? Вот Каин первый убийца, он убивает брата, а ламех он убивает уже двоих людей, судя по тексту Писания, который мы там видим. То есть уже среди потомков Каина начинается некая прогрессия греха, вот несколько поколений, и уже зло удваивается, уже убивает его потомок вдвойне. И к чему приводит вот такое укоренение во грехе, в злобе? Мы говорим, что мы сами этому подобляемся, да? И вот тут такое интересное высказывание. Кому-то уподобилась многогрешная душа, значит, каменовавшее тело злодействы. То есть когда мы погрязаем в разных злых делах и в блудных страстях, то наше тело как будто каменеет. Казалось бы, люди некоторые, они пытаются всячески поддержать свою телесную красоту, да? Там и даже сейчас всякие вот эти операции косметические, там и всякая косметика и так далее. Но человек, который совершает грех, на его теле непременно лежит печать. Вот хочешь или не хочешь, что ты вынашиваешь в своей душе, то непременно проявится в твоем телесном образе и на твоем лице, даже на твоем телесном лице, и в глазах твоих, и выражении лица твоего, проявится твое внутреннее содержание. Поэтому те, кто живут в злобе, кто вынашивают убийственные помыслы, ну, всякие там террористы даже, которых иногда по телевизору показывают, вы же сами видите, какая печать на их лице. И любая греховная жизнь, вот в любых страстях, она таким вот пороком, как злой печатью ложится на тело, и тело в каком-то смысле каменеет. Вот изначально, когда люди были только созданы, наша телесная природа, она была ангелоподобной. Вот как спаситель, когда воскрес, его тело было преображенным, светоносным, он проходил сквозь затворенные двери, именно потому, что телесное естество, именно не душа, а тело, оно ангелоподобным было у Господа по воскресении. И к этому призваны все люди, а грехами мы как бы стараемся отодвинуться как можно дальше от воскресения Христова. И вот происходит вот это, мы каменовавшие тело, злодействуем, мы как в камень его превращаем, окаменяем. Ну и сказано еще, и убившие ум бессловесными стремлениями. Бессловесные стремления, это, конечно же, плотские, блудные стремления, ну и вообще любые греховные, безрассудные поползновения. И это убивает наш ум. Вот ум человека, он призван, конечно же, к жизни. А жизнь в чем выражается? В том, что рождаются какие-то чистые, вдохновенные мысли, некое такое творческое, поэтическое, в каком-то смысле вдохновение, да, когда мы созерцаем природу, созерцаем тех людей, которых мы любим, говорим им прекрасные слова, не как заученные фразы, а как нечто живое, вдохновенное. А вот представьте, когда у вас плотская страсть придавливает. И неважно, студент, ты, который сидишь на лекции, пишешь вроде бы лекции, но если тебя придавливает плотская страсть, то и мысли все будут именно туда. Не в лекции, которую профессор читает, да, а вот плотская страсть и любая страсть. Получается, что бессловесные эти стремления, они убивают наш ум. Сидишь ты на рабочем месте, да, то есть страсти, они умерщвляют в нас живое проявление нашего ума, и поэтому мы и каемся пред Господом, и не нужно врать самим себе. Мы все испорченные люди, но зато во время Великого Поста мы как раз и можем молиться, вот как мы молимся в покаянном каноне, и говорить, помилуй меня, Боже, помилуй имя, вся прежде закона притекши о душе, сифу не уподобилась и и си. То есть мы каемся и понимаем, что мы не уподобились праведникам, самым первым людям, потомкам Адама и Евы, значит, сифу не уподобилась и и си. А, значит, вся прежде закона притекши. Имеется в виду, что, как бы вспоминая, ну, как бы притекши, это, значит, проводя своим вниманием, рассматривая всех, кто был до закона, имеется в виду до закона Моисеева, еще и, соответственно, до потопа, и вот сифу ты не уподобилась, а сиф, это праведный был, он третий сын, значит, Каин, Авель, Авель был вообще непорочный, святой, ну, как первый мученик в том числе, потом вот Каин, он упадает в грехи, в эти страшные злодеяния впадает, и после этого, как некое вот утешение дается Адаму и Еве сиф, праведный сиф, и вот, но мы ему не уподобляемся, ни еноса подражалась, и там, как мы читаем, что вот когда сиф рождает еноса, и сказано, что в те времена стали люди призывать имя Божие на земле, то есть вначале вот люди Адам и Ева жили в раю, через грех утратили, и было еще некое слышание глаза Божия, вот как Каин слышал глаз Божий, да, и жертва Авеля каким-то наглядным образом принималась Бога, то есть присутствие Божия еще очевидным образом проявлялась, потом уже из-за грехов человеческих это начинает оскудевать, и вот люди призывают имя Божие, то есть возникает нечто из сферы религиозного поклонения, то есть возникает первая религия, как уже складывающийся такой культ поклонения Господу Богу, и это именно в среде праведных людей, сиф и енос, но мы не подражаем им, к сожалению, потому что мы слишком много грешим. Да, тут, значит, как еще сказано, значит, сифу не уподобилося и си, ни еноса подражало и си, ни еноха приложение, ни ноя, но явилося и си у Бога праведных жизни. У Бога, то есть скудно в праведной жизни, нет у нас этого, а что значит еноха приложение? Приложение, то есть, ну, бывает как изменение, в данном случае как переселение, потому что енох, седьмой от Адама, из рода праведного сифа, он ходил пред Богом, сказано, и за его праведную жизнь Господь его как бы восхищает и земного мира, где грех распространяется, сказано, что и не стало его, потому что Бог взял его, вот, то есть буквально с телом, и как, ну, есть вот такое, не то что предположение, в общем-то, традиционное представление, что как и пророк Илья, то есть один допод из мира до потопа, второй из мира уже после потопа, и они впоследствии, когда придет Антихрист, придут и в своих телах вот будут буквально обличать Антихриста, ну, и примут смерть, а потом воскреснут, конечно. Да, вот этих праведников мы вспоминаем, а есть еще такие немножко сложные речевые обороты в покаянном каноне, вот, послушаем, «Едино отверзлаеси хляби гнева Бога твоего, душе моя, и потопилаеси всю, якоже, землю плоть и деяния и житие, и прибылайся вне спасительного ковчега». Ну, тут вспоминается хляби небесные, это в славянском тексте Библии имеется в виду во время потопа Великого, когда разверзлись хляби небесные, и шел дождь 40 дней, кроме этого еще вода пребывала 10, по-моему, 10 месяцев, вот, ну и в итоге весь мир был потоплен вот этих греховодников, злодеев, тех безобразных допотопных людей, да, которые, ну, прежде всего, представители рода Каина, а мы что, оказывается, мы тоже отверзаем как бы хляби гнева Божия и потопляем, вот как тогда земля была потоплена, как наказание понесло, вот мы потопляем свою плоть и свою жизнь и деяния, и оказываемся вне спасительного ковчега, так утопаем во грехе. Вот, собственно, что это такое. Тогда был потоп, который губил людей, а в нашей жизни получается утопание во грехе, и мы как вне ковчега гибнем, и поэтому каемся и молимся, Боже, вот прости нас, грешных. Благословение Симова не наследовало и си душе окаянное, непространное одержание, якоже иофет, и мило и си на земли оставление. Ну, Сим наследовал, как вы помните, особое благословение Божие, Ной его благословляет за то, что он благоговейно благоговейно чтил отца своего, а иофету было сказано, что Господь его распространит, поэтому тут упоминается пространное одержание, да, обширное владение, значит, на земле. И иофету было обещано, что он вселится в шатрах сифовых. И вот Господь призывает нас далее, как бы, выйти из среды греха, как из некой чужой земли. Это та чужбина, которую нужно непременно покинуть. От земли хоран, изыди от греха душе мое, гряди в землю, та чаща пресно животное нетление, ежи Авраам наследство. Авраам, праотец, он, кстати, отец всех верующих, сказано, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, но поверил как? Так, не просто, ну да, вот поверил, что вот Бог есть там, и это вменилось в праведность, нет, а поверил значит, что он буквально последовал за Господом. То есть вера как верность. И настолько поверил, что оставляет землю, в которой он жил, халдейские вот эти земли и хоран, места, пропитанные язычеством, идолопоклонством. И Господь говорит, что ты, выйдя из этой земли, где ну просто вот все в бесопоклонничестве погрязло, и я тебе дам новую землю, ты произведешь новый народ, тех, кто послужит Господу искренним сердцем. В землю, да, сказано, точащую пресно животное, то есть вечно живую, да, вечно живое нетление. Ну, земля обетованная на самом деле это образ царства небесного, и благо земли обетованной в Ветхом Завете это как некий прообраз небесного райского царства. А вот есть такое немножко непонятное выражение. У дуба мамврийского учредив патриарх ангелы наследство по старости обетования ловитву. Это что значит учредив? Ну, дуб мамврийский всем известен, а что значит? Это значит, что Авраам принимает трех ангелов, божественных путников, которые приносят ему благословение, и он учреждает трапезу, то есть он угощает ангелов у мамврийского дуба, вот что значит учреждив у дуба мамврийского. Не сказано, но предполагается, что ангелов угостив, трапез для ангелов учредив. И он наследовал по старости, он же был старым, но он наследовал обетование ловитву, ловитву как бы добычу, да, то есть то, что было обетовано, а что было обетовано? Что он же старый, а сказано было, что Господь от него произведет огромный народ, людей верующих, среди которых будет храниться закон Божий, а потом и спаситель воссияет миру. И вот это обетование исполнилось, вот это и есть его добыча, да, его наследство, которое сподобился Авраам. Дальше, ну разные, конечно, образы, вот и Исаак, сын Авраама упоминается. «Исаак, окаянная душе моя, разумевший новую жертву, тайно всесожженную Господеве, подражай его произволению». О чем идет речь? Ты вот понимай, то есть разумей, понимай, что Исаак, он добровольно вот шел на жертву, хотя мог от этого, ну не то чтобы отказаться, он мог просто не пойти, и никто не волен был вести Исаака. Но здесь некое прозрение вот будущей добровольной жертвы самого Сына Божия, то есть тайно всесожженную Господеве, да, это некое таинственное вот такой прообраз всесожжение Господу, и ты вот подражай чему? Тому, чтобы быть полностью посвященным Богу, вот как тогда Исаак смиренно шел к этой жертве. А есть совершенно другое, да, допустим, Исмаил. Исмаил, который рожден был не от жены Авраама, Сары, а благословение это относилось в том числе к Саре, а от наложницы, и мы читаем, Исмаила слышала, Иси, трезвися, душе мое, изгнана. То есть, вот разобьем на две части. Ты трезвись, душе мое, трезвися. И ты слышала, как Исмаил был изгнан, яка рабынина от рождения, потому что он не был сыном благословения, он был порождением рабыни. Вишь, да никакоподобно постраждиши ласкосердствующие. И смысл здесь такой, что ты вот сторонись плоских страстей, вот это ласкосердствующее, как некое сладострастие, любовь к ласкам телесным, каким-то, ну тоже плоским таким наслаждением. И вот чтобы не оказаться как бы изгнанным, как был изгнан Исмаил с его матерью Агарию, то есть лишен некого благословения. Конечно, другое было дано ему благословение, но он вне народа богоизбранного. И чтобы нам не быть вне удела Божия, нужно сторониться сластолюбивых плотских страстей. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, тело осквернихся, дух окаляхся, весь острупихся, но яко врач Христе, обоя покаянием моим уврачуй, а мы очисти, покажи спаси мой паче снега чистейше». Вот голос такого плачущего сердца, когда мы чувствуем, что все мы в себе повредили грехом. И тут вот, братья и сестры, надо всегда понимать, что грех – это не просто как бы некий просчет, ошибка, что ну вот там промахнулись, ах вот досада какая, не так вот я поступил, ну вот, мол, исправлю сейчас, или допустим, ехали на машине, ошиблись с улицы, ну ничего, развернулось, только время немножко потерял, и все. Нет, мы не просто теряем время, которое как бы на пустое дело было потрачено. Грех, он как яд, входит внутрь, отравляет душу, он все внутри портит. И проходит какое-то время, действительно, время проходит, но беда не в том, что потрачено было время на грех, а в том, что за время греха мы свою душу так потравили, что исцелять ее потом очень и очень долго. И вот тело сквернився, да, дух околяхся, то есть весь загрязнен, но я уже объяснял, что значит слово околях, какой здесь корень, то есть настолько вот мы в эту скверну, что весь острупился, то есть покрыт струпами, язвами, и такой человек вот страстный, ему всегда плохо. И бывает так, что вроде бы все вокруг хорошо, да, никаких бед особых нет, а человек ходит недовольный, да, о чем-то переживает, что-то себе накручивает, потому что страсти, которые живут внутри него, вот они как раны, как нарывы. И если вовремя это не распознать в себе, то вся жизнь, она пройдет в сплошном нытье, в сплошных жалобах, и вместо того, чтобы вот увидеть в себе грех, искоренять его, человек будет искать какие-то причины вне себя. И вот мы молимся, что ты, Господи, яка врач, обоя покаянием моим уврачуй, то есть обоя уврачуй и тело, и дух мой, а мы очисти, покажи, спаси мой, паче снега чистейша. Вот когда мы читаем про преображение Господа, то там один из евангелистов, он сравнивает, что одежды как снег, да, или даже сияли как свет, и так как ни один белильщик на земле не может выбелить, то есть такое вот сияние. И снег, когда чистый особенно, это просто тоже такое красивое, чистое полотно, когда снег покрывает листья деревьев, и вот ини, это тоже красота Божия. И она тоже себя отражает вот нечто от божественной благодатной жизни. И мы молимся, чтобы Господь и нас через покаяние очистил, и на самом деле вот та самая благодать, которая в Господе просияла на горе Фавор, когда одежды его, как снег, стали блистающими, чистыми, белыми, светлыми, вот так и душа человеческая, она убеляется, потому что Спаситель омывает своей благодатью кающегося грешника. И, конечно, здесь упоминается не только таинство покаяния, «тело твое и кровь, распоминаемые о всех положилеси слове, тело оба, да мя обновиши, кровь, да мыиши мя, да уже предалеси, да мя приведеши Христе твоему родителю». То есть мы вспоминаем жертву Христову, то, что Господь вот соделал для нас, он за нас пострадал, а телом понес невероятные страдания, кровь свою пролил. И поэтому, когда вот мы причащаемся телу и крови Христовой, мы приобщаемся вот жертве Господа и тому искуплению наших грехов, которое совершено на кресте посреди мира нашим Господом. «Чашу церковь стяжа, ребра твоя живоносная, из них же сугубые нам источит токи оставления и разума». Ну, имеется в виду оставление грехов, прощения грехов и разума, то есть разумения, духовного разумения. «Вообраз древнего и нового двоих вкупе заветов спаси наш». То есть в образ и ветхого, и нового заветов. Но мы весьма, конечно, грешны, лукавы. И в одном из тропарей покаянного канона там встречается еще такой вот библейский образ. «Яко тяжкий нравом фараону горькому бых, владыка, и они, и амври, душею и телом, и погружен умом, но помазими». Вот не сразу распутаешь, о чем идет речь. «Яко тяжкий нравом фараону горькому бых». То есть по упорству, по своему тяжкому нраву, я как бы подобен горькому фараону, то есть жестокому фараону. А еще кому подобен я? Вот упоминаются и они, и амври. Ну, по-русски «и они, и амври». А кто это такие? Это были вот такие египетские жрецы, которые противились пророку Моисею. Причем в Ветхом Завете имена их не упоминаются, они упоминаются у апостола Павла в послании к Тимофею и как образ неких соблазнителей, которые, вторгая в жизнь других, увлекают ко лжи душу человеческую. А имена эти хранились в предании, что египетские жрецы, которые пытались противостоять Моисею, у них были два главных жреца по имени и Анне, и и амври. И из Ветхого Завета мы что знаем? Что когда Моисей начал свои знамени показывать фараону по воле Божией, вот помните там какое первое, ну, одно из первых, что вот жезл он бросил на землю, и жезл превратился в змея или в змею. А потом он, и фараон, значит, испугался, да, а потом Моисей взял эту змею, и она опять в жезл превратилась. Так вот, приглашает фараон своих жрецов, и вот эти, и они, и амври, и они вдруг раз и повторили все то же самое. То есть, пожалуйста, мы все то же самое можем повторить, только своими колдовскими чарами. И первые знамения они повторяли, но потом был поставлен предел. То есть, только вот первое они повторяли, а потом раз и все, дальше они уже не могут. То есть, всяким колдовским чарам обязательно есть свои вот пределы, границы, а Бог всемогущий, то есть, вот Господь, Он может абсолютно все. И через Моисея вот это и было показано. Когда вот мы тоже впадаем вот в некое лукавство, и в каком-то смысле мы уподобляемся вот этим противником Божиим, погружаясь умом в лукавые поползновения, и поэтому такие образы, они помещаются пред нашим взором. Конечно, мы не сможем, наверное, рассмотреть все абсолютно образы, которыми наполнен великий покаянный канон, но кое-что вот нам нужно уяснять для себя. «Мене ради Бог сый вообразился еси в мя, показал еси чудеса исцелив прокаженное, и расслабленного стегнув, кровоточивая ток уставилась и спаси прикосновением рис». Это что значит, что вот «мене ради Бог сый» вот «ты, Господи, будучи всемогущим, везде присутствующим Богом, который над нашим миром, который не ограничивается ничем чувственным, вещественным, и «ты вообразился еси в мя». Это что значит? Вообразился, то есть принял образ. Образ такой, как у меня. То есть ты воспринял образ человека и, став человеком, совершал удивительные чудеса, исцелял прокаженных, и сказано «расслабленного стягнув». Расслабленный, то есть парализованный, который лежал, стягнув, то есть укрепив его, придав ему силы, так что некая бодрость у него появляется, чтобы подняться и даже потом нести на себе этот одр, кровоточивый ток уставил, то есть течение крови у женщины, страдавшей таким недугом, «ты ее, Господи, исцелил» прикосновением рис. И тут как раз изображается вот это божественное всемогущество, которое всецело воплощается во Христе. Спаситель, будучи Богом всемогущим и везде присутствующим, он воплощается в конкретном человеческом естестве, в конкретное историческое время. И всякий, кто тогда прикасался к нему, достаточно было хотя бы немножко веры, и благодать Божия, она вот уже через Господа проявлялась. Ну и сейчас тоже это открыто нам, если мы идем к таинствам Христовым, причащаемся телу и крови в Евхаристии, то Господь и нас, конечно же, тоже исцелит. Ирмасы мы рассматриваем каждый вот наш день, свои отдельные рассматриваем, то есть мы не все подряд, потому что одни мы рассматриваем в понедельник, другие во вторник, еще вот в среду и четверг. И сейчас мы рассмотрим, ну вспомним, Ирмос шестой песни, «Возопих всем сердце моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподнего, и возведе от ли живот мой». Вот шестой Ирмос шестой песни, там воспоминается пророк Иона, пророк Иона, который проглочен был вот этим морским чудищем, чудовищем, ну кит там или кашелот, не будем сейчас об этом гадать, но это вот было, как сказано в Священном Писании, и это пребывание трехдневное, оно было образом будущего трехдневного пребывания Господа телом в гробнице, а душой Спаситель сходил во ад, чтобы вывести оттуда всех ожидавших Его. И вот шестая песня Ирмоса, она как раз пример Ионы пророка нам дает, и «Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу», вот как Иона, который из чрева кита в надежде на Господа молился, вот так и мы, «И услышим мя от ада преисподнего». То есть наша собственная греховная жизнь, когда мы поглощаемся вот со всех сторон своими страстями, это тоже как некое, как будто какое-то чудовище нас проглотило, или как будто мы сошли во ад душой, но мы молимся Богу, и Он возводит от тли, от тления, живот наш, то есть жизнь нашу. И Спаситель спасает нас и фактически дает нам воскресение. Вот как об этом святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что таинство покоения есть духовное воскресение, и мы каждый день можем умирать своими грехами. Когда допускаем какой-то серьезный грех, мы умираем душой, и у нас внутри мрак воцаряется. Но когда каемся пред Господом, то через вот такое сердечно-искреннее покаяние мы можем каждый раз воскресать. И воскресение, оно подается как свет и как оживление нашей души. А вот Ирмос седьмой песни, он посвящен вообще вот в церковных канонах либо трем отрокам вавилонским, либо такой как бы молитве пророка Даниила, и в любом случае это взято из книги пророка Даниила. И здесь вот мы слышим во время Великого Покаянного канона, как в храме поют «Согрешихом, беззаконовыхом, неправдовыхом пред тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедалась и нам, но не предашь нас до конца отцев Божия». Вот святитель Игнатий Бринчанинов, он очень любил вспоминать именно эти слова, да, и рекомендовал многим, когда, ну, как кто-то, допустим, борим гордостью, да, вот помыслы тщеславия, и для того, чтобы взращивать в себе некое такое самоукорение, нужно увидеть, что мы всецело греховны пред Господом. И святитель Игнатий как раз рекомендовал произносить вот именно эти слова согрешихом, беззаконовыхом, неправдовыхом пред тобою, то есть обычно люди себя как бы возвеличивают, я вот и тут прав, и здесь хорошо поступил, а тут увидеть в себе подлинную свою греховность, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедалась и нам. А чтобы не было уныния при этом и печали, все-таки оканчивается эта молитва некой надеждой, такой покаянной надеждой и обращением к Богу. Но не предашь нас до конца, отцев Божий. То есть, Господи, Ты не оставь нас до конца, невзирая на то, что мы так грешим. И в качестве примера как раз вот те три отрока, объятые пламенем, но при этом не сгоравшие, потому что рядом с ними был сам Господь Бог. И если даже нас вокруг будет охватывать пламя каких-то искушений, соблазнов, но мы своей молитвой будем пребывать вместе с Господом, то Господь остудит пламя этих искушений и не даст нам погибнуть. Вот хочу вам еще совсем немножко из канона, читаемого в Среду, привести вот такие образы. «Моносиева собралаеси согрешения изволением, поставльши яко мерзости страсти и умноживши душе негодование, но того покаянию ревнующи тепли, стяжи умиления». Когда мы произносим подобные слова, нужно, конечно же, представлять, что это за Моносия, чем он там погрешил, Моносиев был царь иудейский, причем царствовать он начал в 12-летнем возрасте, а потом царствовал 55 лет. Представляете, какой огромный срок – 55 лет. И свое царство он наполнил язычеством, то есть, утратив закон Божий, стал поставлять жертвенники языческим богам, а там культ Ваала процветал, а Ваалу, кстати, приносились в жертву младенцы. Ну, в общем, жуть полная. И в таком нечестие вот этот Моносия пребывал вот все хуже, 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 а потом раз, и Господь устроил так, что он теряет свое царство, и его в Ассирию увели в плен, ну, по ряду там политических обстоятельств. И, находясь уже в плену, в оковах, он раскаялся. И раскаившись, он молился Бога. Кстати, молитва, как покаяние Моносия, она включена в богослужение в наше, в Великое Повечерие. Вот после канона Андрея Критского, там Великое Повечерие, и там тоже вот дальше читается молитва Моносии царя. И за его покаяние Господь так вот повернул жизнь, что вновь был он освобожден, и потом уже царствовал, стараясь остаток своих дней провести в покаянии, исправление того, что он натворил, и сын его, в общем-то, был уже благочестивым. И мы, понимаете, поступаем на самом деле точно так же, потому что как предатели, когда огромная вот часть своей жизни, как Моносия вот 55 лет посвятил греху, вот так и мы просто, ну, если представить, да, вот что человеку отведено на жизнь, там сколько-то, вот 70 лет, и представьте, что вот, допустим, поезд в 70 вагонов, и чем вот можно наполнить? Можно наполнить чем-то полезным, вот составы эти идут, а можно, чтобы они просто пустые были, да, вообще в пустую жизнь идет, а можно наполнить вообще чем-то вредным, чем-то страшным, то, что идет в гибель другим людям, то есть от нас это зависит, чем мы наполняем свою жизнь, и так как мы прекрасно понимаем, на что мы растрачиваем жизнь, поэтому мы и каемся, поэтому мы и молимся, да, и постараемся вот ревнуя, соревноваться, как бы подражать покаянию царя Моносии, и уже почти завершая, да, еще мы упомянем буквально два тропаря из канона Андрея Критского, относясь, во-первых, относительно Господа, Иисуса Христа, недуги исцеляя, нищим благовествоваваше Христос Слово, вредные уврачева, смытари ядяше, согрешники беседовавше, и аировы, дещери душу, предумерши возврати осязанием руки. Вот тут в основном-то все понятно вроде бы, да, но немножко мы сбиваемся и можем превратно объяснить, ну, недуги исцеляя, понятно, нищим благовествовавши, а потом вредные уврачевают. Обычно у нас вредный человек, какой вредный, как он себя ведет, а Христос как бы и вредных уврачевал. На самом деле, по-славянски, вред – это тот, кто потерпел какой-то ущерб, рану, допустим. То есть, у кого какие-то болезни, недуги, немощи, то есть, он уврачевывал немощных, имевших какие-то увечья, какой-то ущерб телесный испытывающих. Вот что значит вредные уврачевать. Тех, которые испытывали вред телесный от болезни. Смытари ядяше, понятно, да, согрешники беседовавше, и аировы, дещери душу предумершую «возврати осязание в руки». Ну, что значит предумершую? Ну, то, что вот она умерла вначале, вот он пришел, а она уже как бы умерла до его прихода, и он возвращает ее душу в тело. И самое последнее, это уже посвященные Божьей Матери. Обычно все песни канона завершаются коротким молитвословием в честь Божьей Матери, и там вот такие слова, вот мы тоже должны правильно понимать. И я уверен, что 99% не поймут, о чем идет речь. «Яко от обращения червленицы пречисты, умная багреница Эммануэлева, внутрь во чреве твоем плоти сткаси, тем же Богородицу воистину тебя почитаем». Вот что значит это обращение? Не в том, что в смысле что-то куда-то обращается, а обращение через букву «о», «яко от обращения червленицы». И по-славянски обращение значит окрашивание. То есть червленицы как бы в червленый красный цвет, умная багреница Эммануэлова, то есть как бы мысленная порфира, умная, то есть мысленная порфира Эммануэлова, багреница как плоть, плоть имеется в виду, сына Божия, она соткалась внутри твоего чрева причистой, как бы из вещества пурпурного. И вот «яко от обращения червленицы» там какой смысл? Что вот как материю, ее погружают в краску красную, и она как бы пропитывается этой краской. И получается, что мы видим, что вот эту царскую порфиру красного, ну обычно было красного цвета у царей, их порфира, мантия, и вот так вот как бы некое пропитывание, то есть единение божества и человечества во Христе, и это совершилось в лоне причистой Девы. И поэтому мы ее и почитаем как истинную Богородицу. Вот помолимся и при Святой Богородице, Божией Матери, небесной нашей заступнице, чтобы она сподобила нас искренне каяться, освобождаться от наших грехов и достигать духовной свободы, и, конечно же, обители Царства Божьей, к чему и призывает всех нас Господь. На этом мы завершаем рассмотрение канона, читаемого в среду. Понятно, что не можем мы, ну просто физически, по времени у нас не получается, но хотя бы что-то нам удается рассмотреть. Спаси вас Господь, всего вам доброго! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.